Произошел в России конституционный переворот. Сейчас мы будем в России иметь очень скоро совершенно новую конституцию. Эта конституция будет диктаторского свойства. Очень важно для России и для окружающих ее стран, тех, которые находятся в посольском пространстве, для Украины в частности, то, что в новой конституции будет провозглашен приоритет национального права над международным. Поэтому фактически это означает, что Россия выходит из всей системы международных договоров. Или она соблюдает их ровно в той мере, в которой она считает их желательным для себя и нужным соблюдать. Это первое. Второе. Обычно обращают внимание, ну это естественно, что вот таким образом Путин хочет увековечить свою власть. Это совершенно верно, но здесь есть очень важная сторона, которая пока еще не вполне ясна. Дело в том, что речь идет о создании Госсовета союзного государства. Подчеркну, не Госсовета России, а Госсовета союзного государства. Речь пойдет об этом. И Владимир Владимирович Путин рассчитывает стать во главе союзного государства. Ну, аналогию можно провести, вспомните, с бывшим Советским Союзом, где, допустим, был генеральный секретарь ЦК КПСС, и был секретарь Компартии Украины. Вот я Щербицкого очень хорошо запомнил. Как раз в то время я в Украине жил. Для того, что союзное государство, по идее кремлевских стратегов, по экзамусу, должно включать не только Россию и Белоруссию. Они хотели бы, чтобы это государство включало, в том числе, и Украину. Как суверенное государство, да, об этом будет, конечно, много говориться, но чтобы Украина вошла в союз суверенных государствами. То есть, на самом деле, возвращение к модели Украинской Советской Социалистической Республики или же Польской Народной Республики времен Варшавского договора или же Чехословакии после подавления танками восстания 68-го года. Вполне уместные исторические аналогии. И речь не идет о том, чтобы лишить, допустим, Украину по самостоятельности, в полном смысле, суверенитета, но в том, чтобы ее вовлечь в союз. Несколько лет назад, когда история наших взаимоотношений, имею в виду Россия и Украина, потерпела резкие изменения, мне довелось беседовать с человеком, была у меня такая возможность, который очень близок с российским президентом. И этот человек, как и я, естественно, выражал недоумение в связи с тем, что происходит в отношении Украины. Мол, зачем все это? И после длительной беседы с российским президентом он вынес резюме, который мне передал. Он никогда не отвяжется теперь от Украины. Никогда. Он цепился в нее и будет использовать любую возможность, чтобы взять ее под контроль. И я думаю, что для вас и для украинских зрителей не секрет, что Россия ведет интенсивные закуристные консультации с президентом Зеленским. В частности, эти консультации шли в Омане. С российской точки зрения они идут пока не очень удачно. То есть президент Зеленский не готов дать обещания, которые он давал перед встречей в Париже. Хотя он эти обещания не выполнил, но он их давал. Сейчас он не намерен давать эти обещания, но тем не менее есть надежда, что его удастся продавить. Взамен персонально Зеленскому и Украине будут обещаны значительные преференции. Для того, чтобы убедить президента Зеленского в чистоте и искренности намерений России, насколько я знаю, мы передали прослушки разговоров украинских политиков в той части, в которой они отзываются о действующем украинском президенте. И те скандалы, которые у вас сейчас в связи с этим начинаются, я думаю, что это лишь слабый отбеск того, что президент Зеленский знает. Я не знаю, работает ли эта политика или нет. Валерий Дмитриевич, простите, что я вас перебиваю, но на самом деле такая политика работает. Я очень хорошо помню так называемый кассетный скандал, когда с помощью того или иного деятеля, определенного майора госбезопасности Украины, да, были слиты целые массивы записей, которые компрометировали украинское руководство не только президента Кучму, но вообще всю верхушку. И сейчас, насколько я понимаю, возможен подобный виток такой спецоперации. Возможно, я не думаю, что этот ящик «Панторы» захотят открыть полностью, потому что это приведет к непредсказуемым последствиям, но речь идет о том, чтобы стимулировать украинскую элиту и то и высшее руководство Украины к более тесным отношениям с Российской Федерацией, вплоть до включения, вхождения Украины в состав этого союзного государства. Я думаю, что будет использоваться широкий набор средств, по крайней мере, предполагается его использовать, включая и давление, если потребуется военное давление. Ну, давайте все-таки не будем уж так запугивать наших зрителей. Я подчеркну, что речь идет о планах, речь идет о намерении. Это намерение реализуется, но никто никогда не знает, смогут ли его реализовать, довести до конца. Я в таких случаях говорю, что в России всем планам мешают два обстоятельства, то одно, то другое. У Владимира Владимировича, это надо очень хорошо понимать, он горит желанием переиграть историю. Он хочет взять реванш за то, что он называет крупнейшим геополитическим непоражением, катастрофой 20 века, а это разрушением Советского Союза. Он считает, что у него сейчас есть реальный шанс реванш взять. То есть не восстановить Советский Союз, это было бы повторением. Он хочет восстановить вот это пространство как сферу влияния, как сферу влияния России. И честно скажу, у него есть неплохие шансы. В Украине мы с ужасом на самом деле ждем вот этого возможного пакетного реванша. По вашему мнению, что бы входило в этот вот пакет, который Кремль желал бы реализовать за наш счет в нашей суверенной стране. Я думаю, что это будут довольно вольготные условия. Они будут скорее похожи на финляндизацию. Помните, как это было с отношением Финляндии? То есть Украина может быть в принципе свободна почти во всем, за исключением своей внешней политики. То есть западный вектор, не имеется в виду, кстати, допустим, там отмена виза без виза, да. А идея вступления в НАТО должна быть забыта. Но планируется операция такого сорта, которая приведет к тому, может точнее привести к тому, что НАТО перестанет существовать. Тогда Украине просто будет некуда вступать и некуда будет обращаться за помощью. Это звучит, я понимаю, что фантастически, но это, к сожалению, это реалистично. Это реалистично. Плюс к этому это очень важно. Как покупаются в прямом и в переносном смысле украинские элиты, особенно крупный бизнес, ему предлагают преференции на российском рынке. Им говорят, вот мы откроем вам наш рынок, вы не можете пойти в Европу, это сложно. Ну и понятно, с вашей манерой вести дела это крайне еще и затруднительно. Приходите к нам, мы вас прекрасно понимаем. Но в обмен, пожалуйста, окажите давление на президента Зеленского. Скажите ему, что Украина нуждается для своего экономического развития в тесных экономических федерах России, в создании или восстановлении единого экономического пространства с Российской Федерацией и Белоруссией. А тогда к нам подключится и Казахстан. И это будет большой рынок, большой рынок, где найдется место всем. Валерий Дмитриевич, а что вы думаете о так называемом Оманском кейсе? Потому что с одной стороны были заявления Медведчука, с другой стороны были не менее жесткие заявления Ермака, который полностью, скажем так, отбросил информацию Медведчука. Я не думаю, я знаю, что в Омане были встречи президента Зеленского с высокопоставленными российскими чиновниками. Эти встречи были. Они были. И обсуждался вот именно тот комплекс вопросов, который сейчас мы с вами обговариваем. Другое дело, что реакция Зеленского русским представителям не понравилась. Они сказали, что он был обходителен, но в общем не уступчив. Ну и соответственно черная партия должна сделать ход в ответ. Да, и мы понимаем, что сейчас в принципе основной массив украинских событий следует рассматривать сквозь призму так называемой подготовки к реализации парижского саммита. Да, времени осталось не очень много, а Путин тогда выдвинул ультиматум. Совершенно верно и более того, я думаю, есть основания мне так думать, что Россия предпримет очень серьезные шаги для того, чтобы стимулировать президента Зеленского к полному и окончательному подписанию всех соглашений. То есть речь идет о изменении украинской конституции? Да. Да. Я думаю, что не только с помощью пряника, да, там обещанием преференции, но и с помощью кнута тоже будут действовать. Я не знаю какого, но я бы ничего не исключал в этом смысле. Россия слишком далеко. Вот то, что Путин сделал вчера, он отредил себе дорогу назад, понимаете? Он может двигаться только вперед. И наиболее дальномыслящая стратегическая часть элиты российской, она это довольно хорошо понимает. Она понимает, что это очень рискованное движение. Вот тот статус-кво, который существовал, да, он был неприятным для России и для ее окружения, но это был статус-кво до конца 19-го года. Сейчас статус-кво будет меняться и меняться кардинально. Не только в самой России, в отношениях России и с окружающими ее странами. Это относится к Белоруссии, это относится к Украине, это относится к трем странам Балтии тоже. Как вы думаете, каковы те или иные темпуральные коридоры, да, к которым нам нужно готовиться? Все должно начаться и даже закончиться до 9-го мая. 9-го мая Владимир Владимирович хочет принять в Москве на Красной площади парад своей победы с участием европейских лидеров. Своей победой, я подчеркну. Не годовщина победы там советского народа в Великой Отечественной войне, а парад своей личной победы. Кто хочет взять реванш в истории. А как вы думаете, почему именно с такой спешкой это все делается? Надо все успеть закончить до начала интенсивной президентской кампании в Соединенных Штатах. Не просто начать, а успеть закончить. Потому что сейчас Трамп может закрыть глаза на многие вещи, он их охотно закроет. Но осенью, скажем, ему пришлось бы реагировать. Ну и плюс еще есть некоторые ограничения, связанные уже с персональным профилем российского президента. 20-й год это ключевой год, когда можно еще что-то изменить. Если до, ну давайте так, до осени эти изменения не произойдут, драматические изменения, и честно говоря, крайне опасные, то они вообще не произойдут. С моей точки зрения процесс будет начат, как это было у Горбачева. Но вот углубить и завершить его, скорее всего, не удастся. Но нас всех, всех без исключения, включая украинцев, ожидают очень нервные времена. А кто, по вашему мнению, будет ответственен за реализацию так называемого украинского сценария? Потому что мы в Украине уже несколько путаемся. Да, то ли Козак, то ли Сурков, то ли еще кто-то. Я вас понимаю, это личный интерес Владимира Владимировича. Он лично занимается Украиной. Он уделяет тебе вряд ли меньше внимания, чем Россия. Может быть даже больше. Это личное его дело. Я еще раз повторю, он вцепился в Украину, и он не отстанет. Російський політолог профессор Валерій Соловей. Минулого року, нагадаю, його звільнили з МГИМО за нелояльность.